Привет, с вами инспектор гаджет. Ну, заскучали? Ну, допустим, что да. Внутренний голос тоже тут как тут. Я тут как здесь. Отлично. Начинаем программу с Fail Hot News. Чувство юмора, спицы и шерсть помогли в создании шапки счастья. Обратите внимание на этот снимок. Ну, больно смотреть. Но если у вас есть шапка счастья, вы всегда будете на позитиве. Иначе металлический штырь неприятно воткнется вам в затылок. Офигительно! Не правда ли? Еще вы, наверное, хотите знать, кому достанется... МАТЬ! За лучшую историю, произошедшую с вашим гаджетом. Все будет, парни, только чуть позже. Голос. Готов ли ты удивить нас своим обзором? Всегда. Отлично. Заслушаем докладчиков. 3М-Мпро 120. Пикопроекторы массовым рынком еще не овладели. Так что, если у вас в кармане лежит 3М-Мпро 120, внимание удастся привлечь безо всякого труда. Пико-проекторы не зря носят приставку Pico. Они действительно крохотные по сравнению с обычными проекторами, которые подвешивают к потолку или ставят на стол. При этом способности у них очень даже неплохие. В данном случае 3M-M Pro 120 выдает картинку в разрешении 640 на 480 с яркостью 12 люмен и диагональю от 20 до 127 сантиметров. Объектив у пико-проектора не велик, но с работой своей справляется очень хорошо. 3M-M Pro 120 – почти самодостаточное устройство для проведения презентаций. В комплекте идет множество кабелей и адаптеров. С их помощью ко входам RCA и VGA можно подключить не только компьютер, но и смартфон, и цифровую камеру, и игровую консоль. Он даже снабжен парой динамиков мощностью по полватта. Кико-проектор способен работать даже в таких условиях, когда электрическая сеть недоступна в принципе. Можете смело устраивать выездные презентации с шашлыками на природе. Внизу находится резьбовое гнездо для установки штатива. Любой стандартный мини-штатив для фотокамеры-мыльницы подойдет. Цена 3M-M Pro 120 составляет 350 долларов. Честно говоря, мы так и не пришли к единому мнению – полезный ли это гаджет или очередная техно-игрушка. С одной стороны, прикольно и иногда полезно. С другой, яркость все же маловато. В общем, решайте сами. Много интересных историй было получено от вас. Некоторые походили на бородатые анекдоты. Приятно, что вы освоили функцию копипаста. «Еще раз увижу! Не знаю, что я с собой сделаю!» Были и приятные исключения. Видно, что люди рассказывали правду. Например, Пуча Глаз долго описывал случай, который произошел с ним в 2000-м или 2001-м году. Автор не помнит конкретной даты, но суть следующая. Пуча Глаз очень любил засыпать с тремя вещами – с пультом от ТВ, телефоном и наручными часами. Каким-то волшебным образом часы упали под кровать во время сна. Утром зазвонил будильник, он и смог его выключить. Пошел в туалет за шваброй, чтобы достать часы. Наткнулся на кота, кот стал орать, Пуча Глаз стал орать на кота. Пришла мама, стала орать на Пуча Глаза и на кота. Проснулся отец, наорал на всех. В общем, дома случился апокалипсис. А в конце он пишет, что мне было 9 лет. Название этого гаджета не помню, но помню лишь кнопку, которая включала в часах зеленое свечение. Мы нашли твои часы, Пуча Глаз. Вот они. Голос? Ты там готов обозревать? Конечно. Приступай. Rover Media Aria E6. Маленький да удаленький и, в общем-то, дешевенький видеоплеер Rover Media Aria E6. Дизайн довольно контовый и невзрачный, зато корпус прочен и надежен. Экранчик достаточно крупный, 2 дюйма по диагонали, разрешение 176 на 220 пикселов. Это примерно как у недорогих ногиевских смартфонов. Количество цветов 260 тысяч. Качество матрицы среднее, но для бюджетной игрушки приемлемое, артефактов практически нет. Но видео приходится конвертировать перед загрузкой, что муторно. В прошивке нашего аппарата нашелся небольшой дефект. Нельзя поставить видео на паузу, выйти и потом, вернувшись в видеоплеер, продолжить с того же места. Главная изюминка Rover Media Aria E6 – гнездо microSD. Это означает полное отсутствие ограничений на размер музыкальной коллекции. Собственная память плеера от 2 до 8 гигабайт. У нас была 4-гиговая модель. Но это не важно, поскольку достаточно воткнуть карточку microSD, чтобы получить еще столько же. Кроме того, есть встроенный FM-трансмиттер для передачи сигнала на любой FM-тюнер. Например, чтобы слушать музыку через автомобильную магнитолу или музыкальный центр. Не знаю, кто этим пользуется, но пусть будет, не помешает. Благодаря крупному экрану также можно с относительным комфортом читать электронные книги. Просто грузим текстовый файл и вперед. Также можно смотреть картинки. Качество звука весьма приличное. Подкорректировать звучание можно с помощью эквалайзера. Есть 7 настроек. Номинальное время работы от аккумулятора – 4 часа видео и до 10 часов музыки. 2 тысячи рублей. Столько сегодня просят в магазинах за Rover Media Aria E6. Очень удачная покупка. Прочный, добротный плеер. Не без недостатков, но свое дело делает. Тем, кто ищет такой вот девайс, стоит присмотреться к этой модели. Субтитры сделал DimaTorzok Всякие флешки мы встречали, но чтобы она была в пальце – это перебор. Лично мне непонятно, а поэтому 8 баллов за тупизм. Голос? Ждем обзор, а потом сразу подводим итоги. HTC Hero Для компании HTC модель Hero стала уже третьей в ряду ее собственных коммуникаторов с Android. Огромный плюс телефона – дизайн. Матовый пластик корпуса. Глянец, закаленное стекло, полированный металл – отлично смотрятся на рекламных фотографиях модных смартфонов. Но в реальной жизни они требуют неустанового ухода. Корпус же HTC Hero откровенно не маркий. Очень практичное решение. На задней панели смартфона традиционно располагается глазок цифровой 5-мегапиксельной камеры с автофокусировкой. Дисплей HTC Hero с диагональю 3,2 дюйма выводит изображение в формате 480 на 320 точек. Этого вполне достаточно для комфортной работы с приложениями и даже беглого просмотра фотографий. Не самое выдающееся по нынешним временам разрешение дисплея помогает экономить энергию. Аккумулятор аппарата дольше работает от одной зарядки. Аккумулятор, кстати, на 1350 мА в час. Это очень много для нынешних модных смартфонов. Сенсорный экран работает по емкостной технологии. Отклик на прикосновение пальцев очень неплохой. Кроме этого и сам аппарат довольно шустрый. Тормоза при запуске и работе с приложениями редакции не были замечены. Аппарат работает в сетях GSM 4 диапазонов и UMTS. Поддерживает высокоскоростную передачу данных. Есть функциональность Wi-Fi и Bluetooth. Встроенный модуль GPS. Реализация операционной системы Android на HTC Hero вполне хороша. Даже незнакомому с этой системой человеку не составит труда освоить работу со смартфоном за минимальное время. Цена, которая заметно превышает 20 тысяч рублей, конечно, кусается. Но такие аппараты и не рассчитаны на массовый рынок. Их аудитория – гаджетоманы, фанаты высоких технологий, которые первыми покупают самые выдающиеся новинки. Для таких энтузиастов HTC Hero может стать весьма достойным выбором. Еще раз большое спасибо за истории. Переходим к объявлению победителя. Сегодня им становится Дон Педро. Он рассказал о том, как при помощи обычного пульта от телевизора обманул сначала брата, а потом специалиста из техподдержки, за что получил новую Nintendo Wii с набором дисков. Дон Педро, честно говоря, на твоем месте. Я бы надеялся, что этот монтер сейчас нас не смотрит. В общем, Дон Педро, получай свою мааааать! Поздравляю! Полную историю читайте на нашем сайте. Ну а скоро мы разыграем Xbox 360. Ждите! А с вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok